Итак, Месье 42 Туманность Ориона Месье 42 NGC 1976 Туманность Ориона Это светящаяся эмиссионная туманность, удаленная на 1344 световых лет Занимает место в созвездии Орион, а по видимой величине достигает 4 Это одна из ярчайших туманностей, поэтому можно наблюдать ее без использования специальной техники 3 мая 1764 года туманность обнаружена между Валопасом и одной из гончих собак Гивелиуса, созвездия гончих псов Она не содержит звезд, центр блестит и ее свет постепенно рассеивается Она круглая, в хорошем небе ее можно увидеть через телескоп в один фут Она отмечена на карте комет, наблюдавшихся в 1779 году и в записках Академии за тот же год Еще раз наблюдалась 29 марта 1781 года Всегда очень красивая Туманность Ориона находится ниже пояса Ориона Отображается в виде размытой звезды в мече Ориона, южнее пояса Ее видно в бинокль или небольшой телескоп В небе будет казаться в 4 раза крупнее видимой Луны В небольшой инструмент удается разрешить 4 ярчайших звезды открытого скопления трапеции Ориона Они массивные, яркие и были рождены в М42 Своим свечением освещают туманность Вы можете разглядеть этот процесс на фото от космического телескопа Хаббл Вы быстро найдете созвездие Орион, потому что оно напоминает по форме песочные часы Сверху и внизу расположены Бетельгейзи и Ригель Пояс Ориона формирует Альнитак, Альнилам и Ментака Благоприятный период для обзора это зима Плотность туманности Ориона 65 на 69 угловых минут Диаметр порядка 24 световых лет По массе превосходит солнечную систему в 2000 раз На его территории находятся звездные ассоциации Отражающие туманности и нейтральные облака пыли, газа, ионизированного газа Входят в группу молекулярных облаков Ориона Где также отмечены туманность конской головы, пламя, петля Барнарда, Мессия 43 и Мессия 78 Этот комплекс тянется на 10 градусов половины созвездия М42 это участок с активным процессом рождения звезд Поэтому выступает излюбленным местом для исследования Потому что позволяет изучить рождение и эволюционные процессы звезд По всей туманности заметны появления новых звезд Температурные показатели в центре стоят на отметке в 10 тысяч кельвинов Звездные скопления трапеция производят ультрафиолетовые лучи Нагревающие окружающий газ и освещают туманность Кроме того, звездный ветер создает удивительную форму туманности Большая часть ультрафиолетовых лучей поступает из тета-1 Ориона Си Наиболее массивная в трапеции Ее спектральный тип О6ПЕВ А температурная отметка поверхности замирает на 40 тысяч кельвинов Туманность Ориона состоит из нескольких частей Каждая из которых получила персональное название Яркие участки по бокам – это крылья А темная линия с севера к светлой области – рот рыбы На юге заметно расширение крыла – меч А более слабая на западе – парус Под скоплением трапеции также заметна яркая территория засов В М42 вмещается очень много молодых звезд Которые еще не достигли по возрасту миллиона лет А также прото-звезды, спрятанные в газовых коконах Всего существует 700 звезд на разных эволюционных этапах Самым маленьким еще не исполнилось 300 тысяч лет А ярчайшим – 10 тысяч лет Телескоп Хаббл смог уловить более 150 протопланетных дисков на фото Этап в начале формирования систем Полагают, что еще 100 тысяч лет и большая часть Туманности Ориона исчезнет Оставив после себя лишь яркое и молодое скопление, окруженное остатками Факты о Туманности Ориона Так как это яркий объект, то и о его существовании знали многие древние культуры О М42 упоминали еще в мифе Майя о творении Где Туманность играла роль горячих углей Сама Туманность не упоминалась Птолемеем или Галилеем Хотя они фиксировали звезды и записывали множество объектов Например, Птолемей увидел в М42 всего лишь одну яркую звезду Это был 130 год нашей эры Это же повторили Тихобраги, конец 16 века И Иоганн Байер в 1603 году Последний назвал ее Тетариона Галилей в 1610 году заметил три яркие звезды Но не различил вокруг Туманности Истинную природу объекта выявил Николов лорд Фаби де Переск Следивший за Туманностью 26 ноября 1610 года Первое упоминание публикации появилось в 1619 году От Иоганна Баптиста Цезата Сравнившего ее с наблюдаемой в 1618 году кометой Вижу, как звезды сжимаются в узком пространстве И изливают белый свет словно облако Также Цезат первым бегло описал трапецию Ориона Отметив, что центральные звезды расположились в форме прямоугольника Но открытие все же приписывает Галилео Галилеев Нашедшему 4 февраля 1617 года три звезды Первый эскиз Туманности Ориона подготовил Кристиан Гюгенс в 1656 году Есть одно явление, которое сложно наблюдать И пока никем не зафиксировано В мече Ориона близко расположены три звезды В 1656 году я измерял среднюю при помощи 23 фунтового рефрактора И обнаружил 12 Три из них практически соприкасаются А четыре сияли настолько ярко, что этот участок выделялся среди остальных Джованни Гордиера первым нарисовал туманность Отображив три звезды из трапеции Ориона В 1716 году Эдмунд Галилей добавил М42 в свой список туманности Месье 31, Месье 13, Месье 22, Омега Центавра, Месье 11 4 марта 1769 года Месье обнаружил туманность и три звезды трапеции Ориона На тот момент М42, а также Плеяды и скопление Ясли были известными объектами Которые было сложно спутать с комет Но Месье все же добавил их в список О М42 он еще добавил Я много раз исследовал эту туманность, наблюдаемую многими астрономами Интересно, что Месье выделил северно-восточную часть туманности в отдельный объект М43 К северу М42 расположено несколько слабых туманностей Они частично отражают цвет туманности Ориона Последнюю нашел Уильям Гершель, остальные Гедрих Дарре Это был первый объект голубого неба, за которым Гершель наблюдал в 1774 году Свой 6-футовый телескоп Природа туманности такова, что они могут быть связаны с другими Например, мы располагаем 14 подобными объектами М42 крупная и находится в созвездии Ориона Это самая близкая к нам туманность и предоставляет много полезной информации В 1865 году Уильям Хаггинс применил метод визуальной спектроскопии и выявил, что туманно состоит из светящегося газа Призмы разрешали свет ярких частей на три линии Они указывают на газообразность, а также промежутки между ними темные М42 стала первой сфотографированной туманностью Что случилось 30 сентября 1880 года Благодаря Генри Дрейперу, использовавшему 11-дюймовый рефрактор и новый метод с сухими пластинами Детали разобрали в изображениях Эндрю Коммана в 1883 году Он также применил сухие пластины и 36-дюймовый рефлектор Экспозиция занимала час Название трапеции Ориона появилось благодаря Роберту Трюмплеру Он вычислил, что скопление должно располагаться в 1800 световых годах Первые снимки туманности получил Хаббл в 1993 году